привет в этом уроке смоделируем до последний как бы элементы это светильник еще а там люстра у нас еще было ну ладно на примере этого да там есть коллекция новодворске в принципе будет и люстра вот есть вот такая бра и вот такая да в принципе от их и нужно смоделировать думаю тут ничего сложного габаритные размеры нашел только там что тут 60 на 60 это 21 на 21 то есть остальное нужно как бы додумать самому вот в принципе можем себе так включим клавиши вот и возьму пока что места outliner откроем each editor и сюда загрузим эту картинку так чтоб она была на виду куда-то там подсматривали так и приступим кубик удалили шифтой добавлю добавлю можно начинать с цилиндра да там все угодно я кольца выравниваю к себе как бы вот на меня смотрела вот ну и кольцо а надо придумать его какой-то радиус я так полагаю там судя из вида там сантиметров 10 где-то диаметр будет там радиус делаем 5 а потом если что по масштабируем 5 метров сделал даже надо 5 сантиметров так видим до клеточка 1 то есть получилось так переходим в режим редактирования принципе нажму м.ф. залить ирье выдвину вот сюда опять нажимаю е и двигаю вот так а у этого нету никакого бортика значит не двигаю просто беру сглаживаю нажимаю control b и кручу колесик опять же тут да там крутить насколько его крутить скорее всего вот такая угловатая мне не нужна будет модель то поэтому я буду ее сглаживать да то есть применять модификатор subdivision вот возможно нам с подразделением 12 да то есть когда вы вот здесь делаете эти дополнительные грани тогда смотрите да как пошел будет собди водится и тут уплотняться и очень сильно поэтому например можно было часто если я знаю что я буду делать с актив вот и вдруг не поможет еще почистить надо будет я беру выделяю нажимаю control b в общем тяну а вот здесь шейп профиль делаю вот такой при собди воде да у нас отличный как получается угол опять же когда мы используем 6 минус у нас все хорошо нет никаких подтяжек все нормально да вроде бы как бы похоже дальше сделаем вот этот элемент я возьму также вот этот полигон нажми шейдер с сюда сдвину и по моему чуток кажется ниже вот и его экструдирую и также control b подвину вот далее нажимая l выделяю shift h спрятать не выделено и вот это тот полигон мне тут не нужен нажимай x face удаляю да так в принципе получилось хотя можно было и сделать туда например он тоже даст какой-нибудь там свой блик можно было нажать и с вот сюда соответственно control r вот сюда сделаем грань ну или павелом можно было сделать и вот это удалю вот да получилось такая штучка у нас можем включить вот здесь отображение shadow кайте вот по моему альтаж нажму или чуть-чуть стены на есть там получился вот этот вот элемент внизу вот этой дергалки никакой не будет да все будет включаться с выключателя дальше надо вот этот элемент эту трубку там сделать вот так тут он не знаю плоская не плоская если надо да сделать плоским чуть-чуть куда будет вот тут какой-то пиццер в общем крепится до возьмем вот так вот и включу привязки вершинам и схвачивай за эту ось и вот сюда да и тем самым мы сделали эту плоскую эту часть дальше на нее можем также взять поставить 3d курсор нажать shift и и добавить еще один сокол его масштабируем делаем так вот да вам у нас как раз на плоскости ну и дальше заходим где z но опять по моему он чуть поменьше должен быть а может и нет тут все таки трубка и она крутится вот сделаю сюда опять же чтоб быстрее было да не выбирать z я обычно заливаю вот и потом у меня соответственно все масштабируется вдоль нормали так делаю вот так делаю еще раз вот так выделяю вот эти полигоны нажимаю е и alt с да это для того чтобы у нас происходило масштабирование вдоль нормали если бы я сделал просто с да то есть у меня по оси z тоже масштаб происходит тогда так просто вдоль нормали то есть alt с потянул отличие вот в принципе что же добавим здесь 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 павлов на нема так выделяю а маленькая деталька в принципе можно было на не вообще об этом не заморачиваться вот но поскольку я буду сглаживать да эту деталь добавляю к этой control джей объединил их тоже произошло у нас сглаживание так в общем странновато шейтинг так вот этот теперь что я выделю вот этот полигон нажму шить тессы курсор то устал этот на вот он появился здесь хотя возможно мне этого и не нужно вот этот элемент сделают эту штуку пока что отдельным п селекшеном соединю вообще да вот в другой элемент теперь тут захожу выделяю нажимаем и там или коллапсим или в центр нам важно получить одну точку вот просто вершина ну и переходим на вид сбоку и как бы пытаемся на вот эту штучку смоделировать а тут я просто нажимаю е кликаю middle mouse колесико сюда и теперь е куда-то вот сюда наверно выдвину сейчас один сантиметр габариты всего там 60 я подвинул на 40 мужец наверное еще чуть-чуть передвинул где-то вот так так вот здесь до выделяю вершинку control shift b и тяну и кручу колесико также данная крутил там профиль вот тут на один соответственно мы не видим как она там изгибается ну и тут можно это пошевелить так вроде бы так есть так здесь и загнули да теперь нужно задать как-то толщину нашему этому элемент ну тут мы сконвертируем его в кривую конверту кюрс и теперь в кривой в пунктике живом и 3 мы можем ему накрутить депс так покрутили ну допустим где-то такая думаем она линия так опустим посмотрим наверно 0 3 даже нужно сделать пойдет так вот тут у нас там тут у кривой у нас 12 подразделений смотрим тут как-то плотненько да как сильно точек ну каждая точка преобразовалась принципе да если мы конвертируем кривые можно было тут вообще проверить чтоб не так вот на контролл x я нажал убрал там лишние так сделали в общем получилась одна тут же вы вот этим от резолюшен можете больше граней добавить и так пойдет на кьюшей смуз так теперь на вот эту часть надо сделать тоже переходим берем вершинку нажимаю 6d копирую ее и теперь е куда-то переношу смотрю как она тут дать и животок придумать ну пусть будет еще вот сюда тут можно вот эту вершину нажать в выбрать ей например тип точки сначала выбрать так не помню какая клавиша где-то нужны все нужны 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 1 2 3 1 2 3 нет нет там где они попали кюрсет сладбезье еще тогда мне нравится ему да если так тут гнуть что мы будем гнуть или не будем в принципе можно наверное даже сделать не так вот эту часть я конвертирую с кривой до нажимаю object convert to mesh вот теперь нажимаю 6d копирую ее можно установить origin по геометрии нажму теперь control m y да то есть я скопировал так теперь поднесем куда-то сюда зайдем режим редактирования тут как-то именно вот этих вершинок много как бы сделал да все у нас могло скруглиться при том что еще и содевать применяем на отменить сорян вот здесь я я отменил до того пока она была кривой на и вот этих 18 не надо мне нет 4 хватит да при том что я сглажу это тут нажму сейчас control 2 control 3 и все она как бы там идеально влаживается и все хорошо у нас получается так отлично а дальше в принципе шрибе да копирую control m y отразим g переношу вот сюда вот здесь зайдем вот эту вершинку опустим вниз вот а эту тоже перетащили где-то так думаю да вот теперь в принципе можно там сконвертировать конверту мышь и эту штуку тоже конвертируем в маш а теперь мы можем править ее до елки-палки а чё опять а наверное сейчас извините еще раз да у меня был модификатор применен и когда мы конвертируем модификатор тоже применяется теперь конвертируем в меш да вот нормальная наша сетка и тут тоже самое конвертируем в меш что также кстати да как вот эти вот например вершинки можно по слайдить если вы нажимаете g просто перемещаете помню еще раз нажимаете да вы можете по направлению ребер их перемещать если нужно вот туда продлить дату нажимаем g еще раз джи и блин сейчас какую-то клавишу а альт удерживая да альт он построит вам направляющие да и нужно как бы дальше продолжать вот сделали эту часть теперь саму эту штуку внутренности ее я не буду делать вот короче шифт с лаку сорту шифт и добавим цилиндр можно было цилиндр добавить можно не цилиндр так с чуть вот так еще с масштабируем можно было из кольца ее сделать где то где то думаю вот так вот зайдем в режим редактирования нашего цилиндра удалим вот эти вот верхние части нажму x пейс дан теперь контролер поделю так на двое нажми с z так раздвинем выделю верхний лук наши грани нижней нажму е а теперь на альт с на и выдвину вот так вот принципе на попытались сгладить получили вот такую вот штукенцию вот ну и поскольку это там материалы и он скорее всего будет немножко просвечиваться да то есть ему нужно будет назначать какой-нибудь там ссс этот шейдер а он работает только тогда когда есть толщина поэтому да я задам тоже толщину нашему материалу выделю вот эту часть и вот эту я это делаю shift удерживаю и альт на то есть добавляю лук к выделению вот а теперь нажимая с виде как происходит до масштабира я хочу ровненько поэтому shift сет отключаю ось цвет и вот здесь теперь контролер бриджет шлупс на создал вот теперь там на вот этих частях как тогда широковато альт с чуть вот тоненький такой поскольку опять же до сглаживания стандевать видите какой кончик при сглаживании нехорошо соответственно я тут выделю тут выделю и по назначаю сразу же маленькие фаски модификатор действия в режиме редактирования отключу так всего нажимаем контур b тянем и вот здесь как бы убираем так убираем это количество оставляем одно делаем чуть чуть больше вот оставим два и профиль можно так поменять в любой момент мы эти лупы потом можем почистить растворить когда они не нужны будут и при этом геометрия не поломается контрол x видите все ушло геометрия не ломается мы без обдевать и нас видим тоже все в общем-то хорошо так получили этот кусок вот ну с лампочкой я не думаю не надо там заморачиваться так теперь все нам надо вот эту конструкцию немножко сдвинуть вот теперь кликнем где-то вот здесь курсором и опять 6 ты добавляю то пусть будет цилиндр y 90 с масштабируем так ну опять приблизительно сделали с x на вид сверху перейду x так масштабировался в общем-то сделал теперь давайте наверно ближе jx вот так так хорошо заходим режим редактирования control r подраздели вот здесь посерединке теперь control b потащила так без всяких дополнительных граней есть теперь е нажал а перемещение самых структ от меня и alt с до его внутрь это двигаем вот теперь сразу по выделяю вот эти вот все острые грани тоже там назначили фасочки control b так масштабировал еще да и масштаб не применил поэтому паски ведут себя странно он дровый скейл опять control b и ради на кого сдвигаю и есть control 3 нажимаю сапсор применил до получилась такая штука вот ну дальше там здесь с одной стороны как болтик там еще учета какая-то так что-то надо да тут по-быстрому сделать делаем впадинки 3 нажал перешел в пейсе ай нажимаю делаю вот так перейду теперь в так а там надо с одной стороны точно надо впадинка а там наверное не надо там будут как выбирать ладно вот тут делаю е вовнутрь могу модификатор отключаю теперь выделяю вот это и это он трубе тоже сделаю фаски на видим что хорошо а здесь наоборот чуть-чуть вытащили наружу не тоже делаю утопит фаски учился такой элемент мы ставим сюда какой-то болт так у нас здесь все есть идем на edit preference аддонс и включаем аддон болт вот у меня он включен дату 6 и добавляем теперь болт так делаем я не знаю там опять же это все настолько детализированы типа делаю такого и не нужно это мы можем тип ляпки в общем то размер ее менять сам и где тут как так о да вот такую штуку сделаем вот это где-то тут резьба вижу сейчас где-то и и вытащить еще можно шинк понял что я тут поизменял а вот вот этот штуку вытаскиваю так есть сделал как бы болт и теперь штык ты еще раз болт только выберем гайку вот так так поехали теперь это все я масштабирую проверну и вместо опять масштабируем вот так да есть у нас щель так хорошо подъехали нажму на об зайду в режим редактирования выберем вершинки выделим вот эти части переместим их вот да вот теперь сниму выделения выйду с режима редактирования гайку пододвинуть так в принципе там наверно какие-то барашки должны быть вот нужно оставить одну гайку и ну не знаю где-то взять их как бы вытащить или поскольку опять же будем тут использовать ой взял за ним так что мы тут булевыми операциями можно добавить и все и не мучиться я возьму вот к примеру вот здесь так как и сделать так давайте добавлю еще play туда с масштабирую этот play захожу в режим редактирования будем где-то вот так с x 2 так с y делала так теперь контролер подразделю сделаем эти куда-то выдвинем и вот эти тоже там секс трудировали так по иксу так сделал такое вы выделю сделаю вот так переда это он труд контролер применим скейл выделяем две вот эти штучки контрол b ставим 05 добавим больше подразделений тут подтянем вот так вот эти теперь и вот эти тоже тоже контрол b потянули короче такой барашек до получился принципе наверное чуть-чуть посдвигать еще тут я уж наехал так это нехорошо виде сверху контрол b тянем мы не наезжая вот так вот это и вот это возьмем с y сюда на нас двину вот сделал такую штуку и теперь объединим а так нужно включить тоже preference аддонс бултул вот жаль и можно и так было оставить в общем то можно меню edit появился бултул сделать union да то есть объединить все это вот в один элемент есть да получилось эта штучка ей тоже нажимаем добавляем сглаживание и тут добавим сглаживание все поломалось идем назначаем группы сглаживания вот что починилось так есть а еще вот это вот этот вот проводочек давайте вот в этом и в этом участке зайду вот эти же выделивать здесь и здесь нажмем и нужно поставить индивидуал оригинс с вот так отсюда уже пойдут наши проводки выделим shift с с курсорку так и эту точку нам не понял где в этой поломался дал бежал направляющие так двигаю сюда сюда штабирую передвинем кривой до добавим чуть побольше 32 грани вот тут можно вытянуть ну и можно наверно еще одну точку добавить выделяю 2 нажимая добывая садевает ну вроде получилось ну и тут добавляем депс появится толщина вот так мы подровняем так вот так вроде бы все получилось наша люстра сделано вот с этими я не буду время как бы сейчас тратит да тут ничего сложного добавить там патрон лампочку в принципе элемент которого не видно и не вижу смысла его моделирование вот а в плане практики да можно сделать так сохраним как бра тут я уже все кривые да тоже я их настраивать не буду висеть скорее всего но так и будет единственное что может двигаться это вот этот элемент и все легко я смогу подвинуть вот поэтому здесь мы всему вообще элементу сглажу вот это у нас удаляем всякие пока что сглаживание так и не здесь удали вот такая себе поле так это сейчас посмотрим уберу все таки поскольку сглажу потом поэтому не тех подразделений хватит единственно что не стоит сглаживать это наши болты с булевыми операциями вот ладно да мы выбираем все эти элементы убирали ну и вот сюда control джей объединим а это не объединилась поскольку это еще кривая кривую конвертируем в наш и тогда она тоже к этому растется вот теперь это наш один цельный элемент который мы уже будем нашу комнатку вставлять так есть ну да остальное рендер и переходим уже текстурирование да то есть всем этим объектом нужно по назначать текстурки ну и да вот этот светильник я думаю вообще никакого труда не составит моделировать да тем более большие части можно отсюда взять покопировать единственный этот отличается хотя вроде бы производитель один и тот же да вот чашка другая ну я поставил как твой так ладно тем пока надеюсь уже встретимся в уроке по текстурированию пока пока